Приветствую вас. Я думаю, что первое, что можно вам сказать, это то, что сохранением отношений занимаются двое людей, что есть двое партнеров. Невозможно сохранить отношения, если, допустим, один партнер этого делать не хочет, или партнер менее заинтересован, а в том, чтобы так, условно говоря, что-то делать для этого. Вот. Поэтому первое, что вам нужно для себя уяснить, это то, что сохранять отношения могут двое людей. Двое. Не один. Двое. Это очень важно. Очень важный аспект. Дальше. Идем. Следующее. Вернуть прежнее отношение к себе. С его стороны. Для вас мало вероятно, потому что оно изменилось. Оно, отношение я имею ввиду, стало другим. Оно стало иным. И если оно и поменяется, если оно и изменится, то, скорее всего, скорее всего, изменения просто как-то, знаете, разовьют ваши отношения дальше. То есть сделает их более глубокими, например. То есть либо сделают более глубокими, либо вырастанет. Поэтому, мне кажется, что рассчитывать на то, что вы сможете вернуть все как было, или, как еще говорят, начать с чистого листа, ну, несколько наивно. Мне так кажется. Это несколько наивно. По крайней мере, для вас. Дальше. Ваши отношения, судя по... Судя по тому, что вы описываете, ваши отношения очень напоминают зависимые. Или со-зависимые. То есть у меня такое ощущение возникло, что и вы, и молодой человек Чересчур друг от друга зависите. Вот. То есть и вы расставались, и он расставался. Причем, что вы пишете, что я пыталась расстаться. То есть у вас не получилось это сделать. По ряду причин, по каким это еще надо бы выяснить, почему вы, ну, почему вы не смогли расстаться. Вот. И в целом, это очень напоминает сильно созависимые отношения, и мне кажется, что вам на этом тоже нужно обратить свое внимание. То есть обратить внимание на то, что ваши отношения в некоторой степени созависимы. Про созависимые отношения можете почитать в интернете, там об этом все написано. Далее. Мы с парнем, пишите, вы уже два года вместе, а бывало всякое, расслежались, расходились, что он бросал, ставались на ненужность, на ненужность отношений. Ну, понимаете, вот здесь у вас чувствуется проблема с принятием ответственности личной за то, что происходит, потому что, ну, что значит свежалец, да? Что значит свежалец? Ну, вы не совсем, не совсем свежались, это именно вы, Ярослава, с ним свежались, и именно вы, Ярослава, с ним расходились. То есть не вы вместе, а именно вы, только вы. Здесь необходимо понимать, почему вы расходились и почему вы сходились у нас. Когда вы свежались, к чему-то ли вы приходили, делали ли вы когда-то, ну, выявлялись ли вами какие-то правила определенные, да? То есть к чему вы приходили, что вы вырабатывали по итогу свежания. Дальше, возвращался после фразы, тогда не, давай не будем общаться, непонятно. То есть вы имеете в виду, что это вы говорили, что давай не будем общаться, тогда и он сразу возвращался. Ну, если так, то кто-то просто зависит, он боится вас потерять, вы ему для чего-то нужны. Я пыталась бросить его, а он вернуть, в общем, много было спросом, но вот опять. Ну, для вас такое ощущение, что это неожиданно. То есть почему вы считаете, что те проблемы, которые у вас были, да, они вот возьмут и решатся сами по себе. Вот. Что значит, я пыталась его бросить? Ну, подробнее надо это раскрыть. Вот. Что значит, он вернуть твою вещь, чтобы вас возвращать? А он и он вещь для вас, чтобы его бросать. Какое-то, вы знаете, обесценивание идет друг друга взаимно как личности. То есть вы друг друга как личности не видите. Последнее время пытаюсь завести себя более отстраненно, ведь мы постоянно ссоримся. Ну, опять же, опять же, кто мы? Да, вот. Вот кто мы? Кто? Мы. Пытаемся, пытаемся ссориться. Ссоритесь вы, Ярослава, вы ссоритесь. И, соответственно, нужно и определить для себя. Если вы ссоритесь, то почему именно вы ссоритесь? Дальше. Я не слишком эмоционально устойчивый и часто реагирую со слезами. Если вы не слишком эмоционально устойчивый, то А. Это можно скорректировать и поменять, если хотите. Б. Мужчина ваш такой принял, и причина, по которой он бесится из-за этого, ну, для меня в некоторой степени остается загадкой. То есть, почему мужчина бесится на то, что вы эмоционально неустойчивый, если, по идее, если, по идее, вы такой были, ну, всегда. Или вы такой были не всегда. То есть, вот это то, что вам, на мой взгляд, нужно поисследовать. Опять же. То, что, на мой взгляд, нужно изучить более подробно. Что значит вы эмоционально неустойчивы? Дальше. Эмоциональная неустойчивость, эмоциональная неустойчивость, обозначает, что вас очень многие вещи задевают. То есть, ну, вот просто, просто задевают. Вот просто задевают вас многие вещи, слишком многие вещи вы, вероятно, ну, принимаете на свой счёт, скажем так. Вот и вопрос возникает. А почему вы многие вещи, многие вещи принимаете на свой счёт? Почему? Именно почему? Что вас задевает конкретно? Мне кажется, что этот момент тоже нужно исследовать. Для себя, опять же. То есть, лучше разобраться в себе, лучше понять себя. Потому что, в противном случае, вы просто не сможете выявить, своё поведение здесь, своё поведение в данной ситуации. То есть, вам хочется, например, ну, то есть, вам хочется, например, в данной ситуации. Знаете, какая штука? Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь вот нужно максимально поисследовать этот момент. Что составляет тело вашей эмоциональной, как вы говорите, неустойчивости? С чем это связано? Что вы эмоционально неустойчивы? Я вас не обвиняю, да? Я не хочу сказать, что вы не должны быть эмоционально неустойчивы. Но, как бы, у этого есть причины, очевидно. И мне кажется, что, эм, причиной нужно, эм, исследовать. Дальше. Так, эм, значит, он бесится, не ценит старания для него. Потому что, это на мне не отыгрывает забота, потакание интересам и желаниям. Не очень понял смысл вашей фразы, Ярослава здесь. Эм, но понял, что он бесится и не ценит старания для него. То есть, вы для него стараетесь, по вашим словам, он этого не ценит. Уникальный вопрос. Эм, как, вами, лично вами, окрашены эти самые старания для него? То есть, возникает вопрос, да, если вы стараетесь для него, то для него ли вы стараетесь, если он, по вашему мнению, должен ценить то, что вы для него делаете? Ну, на мой взгляд, это несколько, как минимум, странно. Потому что, простите, потому что, простите, если вы что-то для человека делаете, то он оценивать это не обязан. Потому что, если вы что-то сделали, вот именно вы, именно вы что-то сделали, это был ваш выбор. Это было вашим решением, это было вашим желанием. Вы сделали так, потому что хотели. И всё, соответственно. И всё. А тут получается так, что ситуация, ну, несколько странная. Я имею ввиду, странно то, что такая ситуация происходит. Странно, что вы требуете, чтобы она оценивала. Дальше. Моё мнение называется фигнёй. Да, я порой бываю не права, но всё, но всё. Ну, здесь у вас, опять же, с одной стороны, есть какая-то обида на него. То есть, типа, что он должен, может быть, ценить лучше то, что вы говорите, например. Вот, с другой стороны, есть какая-то вот, может быть, неуверенность в собственных силах, неуверенность в собственных ресурсах, неуверенность в собственных, ну, переживаниях, да? Вот. И так далее. То есть, мне кажется, что этот момент, если он действительно имеет место быть, нужно тоже обязательно поисследовать. Потому что, если вы неуверенны в себе, что это одно, если вы просто в себе неуверенны, что это одно. А если, там, человек к вам относится, откровенно не считается с вашими, ну, с чувствами, желаниями и так далее, что это немножко другое. Вот. Но, так или иначе, впутать, впутать одно от другого, на мой взгляд, не нужно. Потому что ничего хорошего из этого не получится, опять же, для вас. По крайней мере. Дальше. Я, так, я порой бываю не права, но всё же что, да? Что для вас, значит, права не права. То есть, мир не делится здесь на прав, не прав и так далее. Вот. То есть, мир это всё-таки что-то такое более, ну, более сложное, да? На мой взгляд. На мой взгляд, мир это, ну, более сложная такая история, скажем так. Вот. Потому что, справа, как бы, она есть указывала. То есть, справа указывала своя. Вот. И тут оперировать такими фактами, что, тут, я прав вам прав. Прав, это прямой путь в деструктив. Я понимаю, что обострение произошло тогда, когда я с вас работаю, стало слишком много времени находиться рядом. Вот уже больше месяца. Но, опять же, это означает только лишь то, что вы не можете взаимодействовать друг с другом адекватно. То есть, это означает, что вы, ну, что вам некомфортно друг другу. Знаете, как? То есть, ээээ, да, может быть, может быть, может быть, ситуация заключается в том, что вы, там, ушли с работы и много времени проводите дома. Но, по факту, это означает, что вам достаточно тяжело друг другу находиться. Вот. Ну, и, соответственно, нужно, нужно ли это исследовать? Нужно ли вам это исследовать? Дальше, эээ, так, значит, я, он работает на заказах, да и частенько тоже дома. Недавно были, пообщем, делать поездки, пару раз поссорились, отложили по разборке до дома по его инициативе. А из-за чего поссорились, опять же, лично вы. Ведь мы тут со всеми лично дома поговорим, здесь я поделаю не с девочкой. Ну, здесь, опять же, либо мужчина боится чувств, либо боится близости с вами, вот, либо он вас просто не ценит. Вот. То есть, ты достаточно, так на его спроса и ссоры. Дальше. Так. Эээ, дома мне с собой скучно, хотя все его время провождения в одиночку, смотреть видео на ютубе, играть, вас все, вас все понравится, компьютерные игры. Вас все понравится, компьютерные игры. Причем здесь, эээ, то, что он делает в одиночку, и то, что ему с вами скучно, то есть, где связь. Эти отношения быть перспективные, ты мне не знаешь, как человек внешний, а с тобой интересно что-то обсуждать, но как девушку, ты мне не знаешь. Вполне может быть. Все это началось месяц назад, после ссор и разборок, впрочем, до выписывания, эээ, положительных, отрицательных счетов друг друга, и кто все готов исправлять. Ну, тут самодеятельность вам бы к семейному психологу обратиться, а из-за чего разборки ссоры-то, собственно? Опять же, где личная ответственность за эти разборки ссоры? Где именно личная ответственность за все это? Знаете, вот именно личная ответственность, где? Потому что, пока что, я ее просто, ну, не вижу. Этой личной ответственности. Вот. Это ощущение, что ее нет. Так, конечно же, все эти бумажки не начали подтверждение в реальной жизни, потому что отношение парней к этому изменилось через три дня. Как изменилось? Но уйти? Нет. Остаться лучше из альтернативных. Но здесь вы себя позиционируете как жертву, потому что сами вы ничего не решаете для себя. Альтернативы изменились, теперь хочется уйти, после трех дней не слишком теплого общения, месяца моего подстраивания по его желанию. Но здесь вы как будто говорите с обидой. То есть, типа, что вот я под него подстраивался, а он, типа, негодяй такой взял и ушел. Ну, или хочет уйти. Вот. То есть... Ну, то есть, это... Это... Такой момент, мне кажется. Я бы... Я бы сказал несколько странный. В том, что... Ну, вы извините меня, конечно. Но... Эм... Тут вот... Когда вы, допустим... А... Когда вы, допустим... Эм... Пишите, что... Вы подстраивались под него месяц. Вот. Волей-неволей задает вопрос. А зачем... Ну, волей-неволей напрашивает вопрос. А зачем вы это делали? Для чего вы это делали? С какой целью вы это делали? Вот. Считаете ли вы, что парень, к примеру, должен вас как-то вот, ну, ценить за это или что-то в этом роде? Если да, то почему? Вот. Если нет, если вы считаете, что он, ну, как бы не должен этого делать, то опять же момент здесь такой. А что тогда? Что тогда? Вот. Ну, хочет человек, допустим, уйти, к примеру. Вот и уходит. Вы это для себя сами что решаете. Вы это для себя сами что определяете. Именно вы для себя сами. Знаете, какой момент? Вот. Мне кажется, что... Эта ситуация, вот этот вот момент, он, ну... Не докруче. Не докруче. Как минимум. Не докруче. Дальше. Так. Значит. Сначала давай расстанемся, а потом дай мне неделю пожить отдельно отдохнуть, потом, будь что будет, хорошо, я останусь до первой ссоры, мы все равно скоро расстанемся. Ну, так это офигняло. Такое ощущение, что мужчина просто либо делает там одолжение, либо не желает признаться, что вы ему дороги. Во всех этих двух случаях, как бы, ключевой момент в том, что, во всех этих случаях, ключевой момент в том, что вы, вы своим поведением такое впечатление, что подкрепляете, у человека такое вот отношение, отношение к себе. То есть, у меня нет ощущения, у меня нет ощущения, что вы ответственны за свою жизнь сами. У меня нет ощущения, что вы сами делаете что-то для того, чтобы ситуация изменилась. Я просто хочу наладить отношения, почувствовать себя счастливой в них, как раньше. Тут момент в том, что ваше счастье от отношений не зависит никак. Именно из-за того, что ваше счастье зависит от отношений, это и называется созависимыми отношениями. Если есть способ это сделать, вызвав прежнее чувство, интересное понимание, я хочу увидеть его на конец. Но надо вспомнить, как вы себя вели тогда, как вы себя вели вначале. Тогда и отношения изменятся. Вопрос только в том, будете ли это вы, будете ли это вы настоящие, и вопрос в том, станете ли вы счастливее. То есть, если ваше счастье зависит от другого человека, если ваше счастье зависит от отношений, то он будет счастливее, будет самостоятельнее, свободнее и так далее. Ну вот. Такой вот момент. На этом всё. Я надеюсь, чтоб смог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.